Меня зовут Саша, я осознаватель компании Ripple, я делаю продукты уже, наверное, сколько-то 12 лет. В нашей компании мы сделали больше 40 продуктов, это в основном iOS-пеллажа, у нас есть несколько продуктов, у нас есть другие продукты, это название iOS. У нас больше, по-моему, уже 70 миллионов заказчиков, у нас миллионы пользователей на разных платформах. И со всех этих налога, полученных при строительстве всех этих продуктов, в их удачах, неудачах, он очень большой, он очень разный. К счастью из этого опыта я хочу с вами сегодня поделиться. Хочу отметить одну вещь. Тут написано, что вам нужно знать перед тем, как начинать B2B продукты, B2B стартап. Так вот, почти все продукты, которые я делал, они на самом деле консюмерские. Я сделал только одно B2B-приложение. Нет, принимал участие в создании только одного B2B-приложения. Поэтому многие вещи, это скорее знание того, что я услышал в индустрии, это разговор с людьми, которые делали B2B-продукты. Это опять-таки опыт того самого B2B-продукта, несколько человек, из которого тут как минимум я уже видел. И я надеюсь, то, что я расскажу, будет полезно. Итак, что нужно знать перед тем, как стартовать B2B-продукты? Мой рассказ не петендует на полноту, знать надо намного больше. Ну а какие-то важные аспекты, которые являются очень важными или просто почти мельчающими в голову, я хочу вам сегодня сказать. Итак, первая вещь, о которой я хочу поговорить, это вертикальные и горизонтальные B2B-продукты. Почему? Потому что очень важно понимать, делаете ли вы вертикальный или вертикальный продукт. Почему это важно? Итак, горизонтальный продукт нацелен на компании, на пользователей из строго определенной индустрии, и на то, чтобы максимально хорошо удовлетворять их потребности. Горизонтальный продукт нацелен на то, чтобы максимально хорошо решать определенную проблему. И вот эта вот разница между тем, что вертикальный продукт удовлетворяет потребности уделенного типа клиентов, в первую очередь, причем строго из определенной индустрии. А продукт горизонтальный нацелен на решение проблемы, все равно в какой индустрии эта проблема возникает. Так, немножко подробнее. Меры нескольких вертикальных B2B-продуктов. Наверное, вы не знаете ни один из них, но я немножко противоположу. Первый, FondBit. FondBit – это система для конструкшена по работе с blue print. Что такое blue print, представляете? Строит компания здание, например, вот это. И вот просто план этажа, вот такого огромного размера ватман, иногда два, иногда больше, на котором все-все-все расчерчено, и поэтому ватман будет построен вот этот дом. Для того, чтобы этот ватман посмотреть не в умажном виде, а на мобильном устройстве или на компьютере, стоит продукт конкурс. Изначально они делали это для планшета. Чтобы construction manager, когда он приезжает на сайт, где происходит стройка, у него с собой у него такой огромный чемодан всяких бумаг, причем у него какой-то из бумаг может не быть банально с собой, потому что в чемодан все не влезет. А чтобы он с собой взять iPad и общий доступ к любому документу, что-то с ним сделать и решить свою задачу как construction manager. Так вот, эта компания работает очень строго в construction industry. Tiger Text. Это компания, которая делает, казалось бы, кому нужную вещь под названием messaging для докторов. Конкретно для докторов. Зачем, вы спросите, нужен мессенджер для докторов, когда есть, не знаю, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, там, тысячи других мессенджеров. А история заключается в том, что в medical screen существует очень сильные regulations по поводу работы с данными пациентами. Поэтому, если доктор, перешли к другому доктору по WhatsApp, фотографию, допустим, снимка или какого-нибудь заключения, это будет хорошая работа. Его за это могут, как минимум, штрафовать как максимум меньше пациента. Поэтому доктора, кто не знает, в Америке многие водятся за что-то как пейджер. Я не знаю, многие из вас вообще пейджер в жизни видели. Есть ещё эти люди. Так вот, они водят с пейджером в 2017 году. И вот Tiger Text решает именно эту проблему. Tiger Text даёт современный инструмент для мессенджеров, который не пейджер, и который при этом полностью помогает со всеми законами в качестве по защите данных клиентов. Ну и последний, это украинский пример. Я не знал об этом до последнего момента. Он, оказывается, был софтвером для компаний, которые, собственно, предоставляют услуги такси. То есть это был не сервис по заказу такси, а это был софт для компаний, которые предоставляют услуги такси. То есть это был абсолютно вертикальный продукт для таксопарка, для компаний, которые предоставляют услуги такси, а не консюмерский продукт, который, к примеру, я его узнал в первую очередь. Примеры горизонтальных продуктов. Первый – FUIX. Конечно. Мобильная система для документа оборота. Почему примем FUIX? Не только потому, что это наш продукт, а потому, что на самом деле FUIX и Flandreed – это два примера – вертикального продукта и веризонтального продукта, в принципе, решающие одну и ту же задачу. Ныне, конечно, хорошо видно разницу между вертикальным подходом и веризонтальным подходом к решению какой-то проблемы. FUIX используется, в том числе, в конферашенном устройстве, в том числе, для работы с теми же самыми документами. Что про FUIX? Это система, которая позволяет людям на iPad работать с документами, и при этом есть там, это так, упрощенно, при этом есть еще очень большая часть продукта, связанная с самим документом оборотом, как и документы попадают на iPad, как и документы попадают с iPad, и на самом деле это уже происходит не только на iPad и eBay. То есть, в принципе, ok, blueprint – чем не документ, документ, PDA-документ, PDA-документ. Зачем, особенно, в чем же разница между FUIX и FUIX? А разница именно в том, что FUIX концентрируется, в первую очередь, именно на blueprint. И поэтому набор функциональностей, связанных именно с работой с blueprint, там немножко шире. Второе. Если мы говорим про нужды content construction индустрии, он немножко глубже инкрируется в то, что им нужно. То есть он не просто решает проблему работы с blueprint'ами на мобильном устройстве, с PDF-документами на мобильном устройстве, а он знает, что с этими blueprint'ами происходит до того, как они попали на мобильное устройство, что с ними происходит после того, как они попали на мобильное устройство. И поэтому для construction компании предоставляет более полное решение. Опять-таки, не проблема у такого более глобального нита, который у них, простите, построит дом. Они обладают документы. Дальше. Salesforce. CRM. Все знают CRM-сервисы. Так вот, Salesforce, самая крупная CRM в мире, опять-таки, классический элемент горизонтального продукта. Не важно, вы construction компания, вы software компания, вы компания, которая продает рекламу в газетах, или, к примеру, я не знаю, оказывают юридические услуги, у вас, ну, знал, и CRM, если вы более-менее, это компания. Salesforce представляет CRM, которая продает всем этим компаниям. Marketing of Automation Software. Это штука, которая позволяет компаниям зарабатывать больше денег, благодаря тому, что они правильно систематически работают со своими потенциальными клиентами, в первую очередь. Ну и существующими в том числе. И последний пример. Все знают Slack, и вот упоминали только, что Slack отличный пример, опять-таки, горизонтального продукта. Он используется во многих индустриях, в абсолютно разных компаниях, между которыми нет ничего общего. Так вот, собственно, почему так важно понимать, горизонтальный у вас продукт или вертикальный? Да потому что этот выбор во многом определяет и продукт, и самое главное то, как вы будете делать, и в том числе шансы ему на успех. Если вы делаете вертикальный промок, то вам намного легче найти потенциальных клиентов. Потому что medical industry, консержмент индустрии, все, вы находите адреса всех компаний, которые строят дома в Одессе, они у вас есть, вы просто можете хотя бы прийти к ним в отпуск, или каким-то другим образом попытаться выйти на эти компании. Их очень легко найти. Если же вы делаете Slack. Slack-продукт для коммуникации. Для коммуникации для кого? Для всех. Где их всех искать? Вот это вот для всех, это очень плохая история, когда вам нужно найти кого-то конкретного. И вам нужно понять, кто этот конкретный, какие у него проблемы и так далее. Так вот, кастомеров для вертикального инструмента очень легко найти. Дальше. С кастомерами, когда вы их уже нашли, вы объявили свои индустрии, очень легко, детально, глубоко разобраться в том, в чем их проблемы. Что им надо вообще? Какая задача стоит перед этими компаниями? Как ты им поможешь? И если это у вас вертикальный продукт, вы можете это сделать очень хорошо, причем буквально поговорить с двумя, с десятью кастомерами. И скорее всего для остальных десяти, или двадцати, или сотни, история будет ровно та же самая. Плюс вы научитесь говорить на их языке. То есть когда вы делаете горизонтальный продукт, вы говорите в терминах проблемы или решения. А когда вы делаете вертикальный продукт, вы говорите в терминах клиентов. То есть тот же самый PlanGrid. Он не говорит PDF-файлы, он говорит blueprints. Fluid не может говорить blueprints, потому что какие blueprints в медиковой индустрии, допустим. Он обязан говорить PDF-файлы. И поэтому, когда кто-нибудь из конкрашен будет слышать один и тот же pitch, вот просто Fluid и PlanGrid будет звучать роднее, потому что он рассказывал на их языке. Дальше. Decision-making это важно для процесса продажи. В вертикальных компаниях вы делаете вертикальный продукт более или менее одинаковый. то есть в одном госпитале, во втором госпитале такого же размера, в третьем госпитале такого же размера принятие решений происходит примерно по одному и тому же сценарию. Это, опять-таки, позволяет, когда вы один раз поняли, как принимаются решения для покупки продуктов ваш, второй раз уйти, третий, дальше это очень нехто повторять. Скорее всего, дальше будет ровно то же самое. Вам нужно просто повторить то, что вы уже и так умеете делать. Ну и последнее. Для вертикального рынка вертикальный рынок меньше. Там меньше компаний. То есть construction компании точно меньше, чем construction компании, medical компании и, допустим, софтерных компаний вместе взяли. Правда? Потому что это всего лишь одна индустрия. Их намного меньше. И поэтому на вертикале намного легче достичь brand awareness. Намного меньше сделок нужно закрыть, намного меньшее количество компаний нужно продать, для того, чтобы вашу компанию знала вся индустрия. Для того, чтобы вы там были инструментом номер один в головах людей, в головах ваших потенциальных пользователей. Собственно, в чем же тогда плюсы горизонтальных продуктов? Собственно, самое большое плюс горизонтальных продуктов это с кем? Какая бы большая не была construction индустрия, construction индустрия плюс medical индустрия больше. Добавляем сюда technicians, которые работают на ветреных электростанциях, которые обслуживают единые вышки и так далее. Мы получаем, что сумма вот этих всех клиентов по объему потенциальных денег на порядок больше, чем одна вертикальная индустрия. Таким образом, несмотря на то, что plan grid вроде как легче продать, легче объяснить, что за продукт, легче сделать, у Fluids при этом намного больше потенциальный aggressive market. Намного больше тот результат, который можно получить, если мы сможем сделать Fluids тем самым там лидером в своей категории, в своей нише. Именно за счет того, что потенциальных клиентов намного, намного больше. Ну и второе. Иногда для горизонтальных продуктов за счет вот этой более разнообразной массы пользователей, которые у них есть из разных индустрий, получается намного лучше решить проблему, чем это может сделать вертикальный продукт. Просто потому, что создатели вертикального продукта слишком мало видели. Они как-то, знаете, надето забрало на лицо, но они видят только вперед. Создатель горизонтального продукта видит весь спектр. И иногда получается сделать решение, которое создатели вертикального продукта не могут сделать. Которое будет лучше решать проблему, чем любой вертикальный продукт. Хороший пример — email. Ребята, email — горизонтальный продукт. Вы не видели, наверное, никаких вертикального email. Вот только email для медиковой индустрии. Нет, ребят, у них обыкновенно тот же самый email, что и у всех. То есть, с другой стороны, messaging, для медиковой индустрии оказалась вполне себе хорошая ниша, и Slack не может построить мессенджер для medical ниши, по крайней мере, на текущий уровень. С другой стороны, если мы говорим не про medical, а про нишу, где regulations не имеет такого значения, Slack шикарно подходит, и не надо выдумывать тот самый messaging для construction. Или messaging для сантехники. Отлично справляется обыкновенный Slack или там обыкновенный Facebook мессенджер или Viber. Многие компании используют, чтобы знали Facebook мессенджер для бизнес-работы. Такой небольшой факт. Итак, когда вы хотите сделать новый продукт, особенно если это, знаете, я проснулся утром и думал, а не сделайте мне новый B2B-продукт. И у вас еще нет вот какой-то такой оформившейся идеи, вы еще не выбрали, кому вы его будете сделать, зачем. На самом деле, это не такая плохая позиция для B2B-продукта. В этом момент вы можете задуматься какого-то типа продукта я хочу сделать. Хочу ли я сделать вертикальный продукт или вам покажу горизонтальный продукт. Потому что от этого решения зависит очень многое. На самом деле очень много вертикальных продуктов B2B-шек начиналось с того, что spawnare говорили я хочу сделать продукт B2B для Medital индустрии. Вот просто, вся года хочу сделать B2B-продукт для Medital индустрии. Что они дальше делали? Понятное дело, они шли в медитал спрашивали, ребята, какие у вас проблемы, у вас все хорошо, у вас нигде не болит. И начинали рассказывать, вот у меня тут болит ручка, когда я набираю medical records моих пациентов, потому что у них там 15 в день, и их надо всех менять, и надо все это записать в систему. Они говорят, ух ты, слушайте, а если бы у вас там, не знаю, автоматически сирий секретарь, который там все записывается у крайних запланированных, это вам в этот море? Да, супер, давайте мне два, пожалуйста, уже и сегодня, да? То есть вот я утрирую, но на самом деле вот так вы можете прийти в любую индустрию, за счет того, что она вертикальная, вы можете легко найти этих людей, просто каждого из них опросить, найти у них общие pain points, общие проблемы, и дальше решить с ним новым продуктом, все, что нужно сделать. В случае с горизонтальным продуктом вы говорите, нет, я уже сделал два вертикальных, я уже заработал денег, у меня уже есть дом, машина и дача, а теперь я хочу стать миллиардом, и вот тогда вам, скорее всего, нужно строить горизонтальные продукты. И, например, Джоэльс Польский, знаете такого человека? Джоэльс Польский. Stack Overflow, Trello, Orgix Software. Так вот, этот человек на самом деле после Stack Exchange и Stack Overflow, он уже достаточно много денег заработал, но потом сказал, я хочу построить теперь что-то большее. До этого он осознанно взял вертикальные продукты для разработчиков, в первую очередь. И он сказал, а теперь я хочу сделать горизонтальный продукт. И при этом было абсолютно осознанное решение, давайте сделаем горизонтальный продукт, и давайте попробуем, собственно, я уже могу себе это позволить. И, собственно, зачем горизонтальный продукт? Потому что больше потенциальной левуар. Потенциальная награда в конце, горшочек золота на конце радуги больше. И это вот то, что нужно понимать, что когда вы делаете вертикальный продукт, вероятность успеха заметно выше. Если вы все правильно сделаете, на самом деле, скорее всего, вы сможете как минимум заработать деньги. Может быть, небольшие. Но вы не останетесь со стартапом, который скорбился, если, конечно, вы не будете хотеть скейлить очень быстро и поднимать месячный день. Если же вы хотите сделать, заработать больше денег, вы начинаете делать вертикальный продукт. Это high risk, high reward. Тогда венчурное инвестирование почти наверняка вам нужно будет скейлиться очень быстро. Вам нужно будет поговорить с огромным количеством кастернеров и очень большая вероятность того, что вы все-таки не очень правильно поняли. Или проблема, которую вы пытаетесь решить, она в каждой конкретной индустрии может и проблема, но не такая большая. Или на самом деле не редкая ситуация, когда в каждой индустрии на вашу проблему будет вертикальное решение. И это вертикальное решение пройдет ваш горизонтальный продукт в каждом конкретном случае. И тогда, опять-таки, у вашего горизонтального продукта, вроде бы с огромным addressable market, на самом деле нет шансов успеха. Поэтому этот вопрос очень важно задать себе, когда вы начинаете делать этот продукт и просто понимать, куда вы идете. Заодно, когда вы начинаете с вертикали, есть очень большая subalm, а давайте теперь, вот у них же почти то же самое. Давайте вы теперь еще и вот эту вертикали. Это надо делать очень аккуратно, очень четко понимать, что тут вы начинаете идти на дорожку горизонтального продукта, и, возможно, это не самая хорошая идея. Та-дам! Кликер! Вот. Следующая штука, которую я хочу рассказать, это три типа B2B. B2B, B2B и Enterprise. Да, вот. Опять-таки, тоже очень важно знать эти три типа B2B и понимать, в какой тип B попадает ваш продукт. Итак, что такое B2B customers? Это небольшие компании, небольшие группы людей. Чаще всего, вот, sweet spot, я написал там 5-20 человек. Очень многие продукты, которые вы знаете, в принципе, там, и начинались, как вот этот B2B маленький. На самом деле, там, тот же Slack, где-то в каком-то плане, когда-то было все вот еще B2B, B2Teams иногда еще называют. То есть, вот, для каких-то команд, небольших. Есть немало продуктов, именно для слоу-бизнеса, связанных, допустим, с администрированием ресторанов. Продукт по администрированию ресторанов, его клиенты маленькие рестораны, не сети, а гоналя Макдональдс. А небольшой ресторан. По определению, ну, сколько еще работает ресторан? Ну, 15. Скорее всего, кто покупает? Покупает, скорее всего, хозяйка или администратор. Хозяйка. Вот, то есть, это не продукт для небольшой компании. Вот, три стороны. Теперь, B2B. Это то, куда попадает, на самом деле, большинство традиционного B2B софтбора. Это среднего размера компания, или это какой-то отдел, ну, или команда в рамках большей компании. Суидс-код, там, примерно, вот, опять-таки, из нашего опыта, из того, что мы говорили, 100, там, к тебе примерно 500 человек. То есть, когда людей уже достаточно много, но еще не очень много-много. Ну, и последнее, это enterprise. Это либо большие компании, либо очень большие компании, либо целые подразделения больших компаний. То есть, допустим, есть компания Siemens, в ней работают десятки тысяч человек. При этом у нее есть подразделение Siemens Windpower, в нем работает несколько тысяч человек. И вот, в принципе, если вы идете уже в Siemens Windpower на несколько тысяч человек, вы уже enterprise работаете. Даже если есть Siemens, вас их не купят. И не является вашим, там, таргетом на тягучем аргенте. Так, что делает их настолько разными, настолько важными? Прежде всего, селс-процесс. Для маленького B2B, селс-процесс чаще всего селс-сорт. У вас слишком маленькая вельс-отдельно взятого кастомера. Вы не можете нанимать селс-пипл, которые будут с ним месяц возиться, настраивать и так далее, помогать им так или иначе начать пользоваться вашим продуктом. Поэтому селс-процесс почти всегда селс-сорт. Или иногда, я видел несколько примеров в успешных продуктах, это very low-touch селс. Это означает, у вас есть селс-пипл, но за весь селс-сайкл они сделают два звонка кастомеру. И при этом это будет эффективно. Один из примеров, это был, вы не поверите, cloud storage для документов, который был ориентирован как раз на маленькие бизнесы. Эту компанию, по-моему, Cisco в итоге купила название, я уже, к сожалению, не помню. Вот у них был селс-сайкл low-touch, то есть клиент сам приходил, но потом ему делалось два звонка. Первый в самом начале его реального периода, и второй в самом конце его реального периода. И там каждый звонок был полчаса, и вот close-rate на этих звонках был такой высокий, что это была фрак, но ты имел свойство. Вот, ну, чаще всего, это селс-сайкл. Теперь, B2B, традиционная модель. У вас есть селс-форс, который продает. Честно говоря, B2B продукт без продавцов на серьезный объем продавать нельзя. Там, Atlassian, да-да-да-да-да-да-да-да, но окей, не будем называть это селс-форс. Слэк, простите, у слэка 500 человек селс-форс на текущий момент, чтобы вы понимали. Ну, или, как минимум, 300 было, по-моему, год назад. Вот, то есть, поэтому, еще раз, до определенного предела, конечно, дорасти можно, но стать, но по-настоящему реализовать свой потенциал на этом размере без продавцов невозможно. Так вот, традиционный селс-процесс это много звонков, это демо, это презентации. Возможно, это, вот, скажем так, визиты к клиенту может быть, зависит от того, вы ближе, как бы, к верхнему пределу, опять-таки, по цене, по количеству людей, вот этого B2B. Или, все-таки, у вас группы поменьше, людей поменьше, стоимость вашего продукта поменьше. Оно зависит от этого очень сильно. Но это традиционный селс-процесс. B2B, селс и так далее. Все, кто когда-либо там был, меня были в интернете даете. И последнее, enterprise селс. Enterprise селс вообще другая история. Почему? Потому что вы продаете здесь почти всегда на силу Apple компании. То есть, решение о том, что даже какое-то подразделение Флюикс, что-то, подразделение Симонса что-то покупает, это решение, которое понимает, что ты не СТО Симонса всего. Или там CEO, все я Симонса. То есть, это решение очень высокого уровня. Сами понимаете, человек очень занятой. За его внимание борется там огромное количество вендоров, проблем, людей, которые он управляет и так далее. Поэтому это очень дорого. Это очень долго. И на селс-цикл enterprise продукта у вас уходит 6 плюс месяцев. Тоже надо понимать, если вы рассчитываете количество денег, которое у вас есть, пока вы не умрете без кастомеров, то вы знаете, тут вы год точно сидите без них практически. Потому что вы просто не успеете ничего продать на это время. Вот. Второе. Почему это имеет значение? Собственно, у вас в зависимости от этого разделения появляется дополнительный эквайрентс продукта, который не имеет отношения к решаемой проблеме. Вот ключевая история. То есть, неважно, проблема большая или маленькая. Как только вы переходите на следующий этап, у вас появляется набор фич, которые вы обязаны сделать, вне зависимости от того, какую проблему вы решаете. Поэтому там на B2B уровне маленьком вы решаете просто проблему. Вы решили проблему, заработали деньги, там все будет хорошо. В B2B уровне у вас уже 100 человек. Ими уже нужно как-то управлять. Начинается история с правами доступа, с организацией в какие-то группы этих людей, то, что может, то, что не может и так далее. И на самом деле, если бы вы заранее это не складывали в продукты, то очень большая проблема при переходе на следующий уровень. Мы это, к примеру, все время проходили на флюксе. Ну, когда еще выпадают теперь интерфайс, то есть мы начинали с уровня вот те самые 10, 20, 30 человек. Потом мы сделали переход на уровень 100, 200, 300. И нам пришлось это все дописывать, и нам пришлось перепахивать продукт очень сильно, действительно. Пока он у нас наконец-то стал подходить для B2B рынка. Сейчас в флюксе как раз третий этап. Мы переходим на уровень enterprise. И на уровне enterprise начинается еще больше веселья. Потому что теперь это уже не только группы людей. Теперь это разные подразделения компаний. В них разные группы. То есть, вы понимаете, иерархия выросла там на несколько слоев. Количество различных прав, которые там выросли, которые нужны для того, чтобы эта вся штука реально работала в этой большой компании, она тоже выросла там даже не в два раза. И это, опять-таки, сильно усложняет продукт. Дальше. У вас появилась такая история, как compliance. Вы не можете продать в Siemens что-то, что не compliance, куча regulations, которым они должны отвечать по закону. При этом, если это какая-то группа в Siemens, или сырые в Siemens, могут купить Salesforce и не париться насчет compliance. То есть, это Salesforce только для какого-то отдела в Siemens, который продает, допустим, их турбины. Но если это Salesforce на весь Siemens, ребята, обязательно compliance, обязательно аудиты, там questionnaire на 10 страниц, которые вы будете неделю заполнять, а потом еще три недели делать так, чтобы оно таки соответствовало тому, что вы только что заполнили. Вот. Ну, или даже больше. Вот. На самом деле, это очень важно. И это, опять-таки, это дополнительная работа, на которую вы должны рассчитывать. Если вы хотите, делайте на файс пробу. Она точно будет. Ну и последнее – это клауд наступает, клауд побеждает, но в большой компании он прем, то есть, это когда ваш софт ставится на серверах вашего клиента, все еще имеет место быть. И, опять-таки, чем менее известная ваша компания, тем больше шансов, что вам скажут, что для нас это обязательное условие. Если вы Google, то у вас купят и разрешат, чтобы это все было в палубе. А вот если вы Riddle, то вам начнут рассказывать, что вы все-таки не Google, мы понимаем, что вы стараетесь и так далее, но вот давайте это все будет на наших серверах, потому что тут мы больше верим, что все будет безопасно, никакие данные никуда не утекут, мы тут все контролируем. Это на самом деле, если по-честному, даже для небольшой компании, скорее всего, риски плюс налоги выпал, уделяние будут выше, чем если мы быстрее, а может, он старается делать. Но факт имеет место быть от вас и многие кастомеры попросы, какие-то. И с ними нужно будет говорить или понять, почему этого делать не. Мы объясняем много раз, пока получается. Теперь меня отдельно попросили немножко осуществить тему MVP. MVP для B2B продукта. И MVP для B2B продукта очень сильно отличается от MVP для консумерского продукта. Итак, сначала, я не знаю, все ли знакомы с концепцией MVP? Вот, например, MVP из Википедии. Это продукт с just enough features. То есть, вот ровно сколько структурировано, чуть-чуть перешли предел, сколько нужно кастомеры, и все, вот MVP, yes. И вторая история, зачем нужен MVP? То есть, не просто, чтобы сделать продукт, который хоть кому-то зачем-то нужен, но еще и для того, чтобы получить feedback. Чтобы люди рассказали, знаете, что нам еще нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Чтобы у вас было о чем поговорить с потенциальными клиентами и понять вообще, в какую сторону дальше развивать продукт. И насколько ваша гипотеза о том, что вашим потенциальным клиентам нужен именно такой продукт, а может он другой. Вот они вам сейчас после MVP, по-моему, сейчас расскажут, дадут больше информации, чем просто, знаете, абстрактный разговор. Сидят два человека и говорят, слушайте, вам такое подойдет? Ну, наверное, подойдет. А какое оно такое? Ну, вот такое. Ну, вот абстрактно. Когда есть на руках готовый продукт, которым можно пользоваться, это намного более конкретный разговор, начинаются реальные кейсы, начинается реальный конкретный фидбэк, который реально полезен, а не просто разговор про астмического каннеблагода. Так вот, для B2B-продукта я бы эту штуку все-таки переформулировал немножко. А именно, это продукт, который решает хотя бы одну кастомерскую проблему, это важно, и второе, лучше, чем имеющееся решение, статус-кво. Ребята, если у них есть какой-то процесс или какая-то проблема, она уже как-то решена. Иначе бы их бизнес уже давно загнулся. Как-то люди там сейчас живут. Поэтому ваш продукт должен не просто решать проблему, но решать ее лучше, чем имеющееся на текущий момент решение, которое они сейчас пользуются. И второе, у него обязательно должно быть обещание, что он покроет больше. Может быть промежь, что это будет что-то большее. Ну, забыть. Поэтому он минимум. Да? В том числе. Я вот нашел буквально сегодня, уже закончил презентацию, нашел вот эту картинку. Решил картинку очень классную, чтобы немножко поговорить про MVP в целом. ее нарисовали по блогу Spotify, который пытался объяснить все-таки разницу между MVP и не MVP. Итак, верхний ряд. Мы видим, какой продукт мы делаем машину. Итак, как надо делать и как не надо. Как не надо делать. Делаем колесо, два колеса, отдельный кузов. Ну, в общем, это все не MVP. Только конечный продукт машины вроде как более-менее подходит. И вот второй объект. Сначала делаем скейт, самокат, велосипед, мотоцикл, машина. Вроде все понятно. Начинаем с маленького продукта, который решает проблему, потом увеличиваем, потом делаем еще более хорошо решающую проблему продукты и в конце получаем машину. Вот это типичный цикл эволюции продукта. Как думает специфар. И MVP в данном случае это, понятное дело, скейт. Так вот. Я специально привел эту картинку, потому что правда, нижняя строчка или нет, зависит от контекста. И во многих случаях она абсолютно не права. Во многих случаях скейтборд не будет на беде. Итак, про какой контекст я говорю? Представим себе компанию по доставке еды. У нас сегодня будет на эту тему наверняка хороший доклад. Так вот, у нас есть компания по доставке еды. И представим две таких компании. Они живут на двух разных островах, которые между собой никак не пересекаются, вообще не знают существования друг друга. Итак, на первом острове это пешеходный остров. Там нету, там есть только люди, есть дороги, но нету ни лошадей, нет никаких средств передвижения. Поэтому как там сейчас происходит доставка еды? Ну как? Приходит человек, берет пиццу и несет ее ногами за 10 километров. Ну или там за 2 километра, не важно. Вот это их текущая ситуация. Соответственно, для них скейт это однозначный MPP, потому что теперь на скейте он может быстрее развести эту самую пиццу, он может развести больше пицц в единицу времени. Там, понятное дело, самокат, еще больше, велик, вау, еще можно немного пиццы нагрузить, мотоцикл, вообще, машина там и грузовик, просто мечта, правда? Так вот, соответственно, для них MPP это скейт, извиняюсь, это самокат. Что это самокат? А, боже мой, скейт, скейт. Итак, если мы говорим про компанию, которая на сведении в острове, обладает таким ресурсом, как лошадь. Итак, что для них будет MPP? Будет ли для них лепить самокат или скейт? Правда, нет. Лошадь намного быстрее. Не факт, что даже велосипед, если честно, будет для них MPP, потому что, возможно, лошадь, все-таки бегает, ну, как минимум, на сопоставимой скорости. Они уже умеют все ездить на лошадях, не забывайте об этом. А на велосипеде у кожи ноги попадут с этой штуки. Все помнят свой первый опыт в езде на велосипеде, да? Так вот, поэтому для них MPP, скорее всего, будет либо мотоцикл, либо сразу же машина. И вот об этом надо очень хорошо помнить, когда вы думаете, что такое MPP для вашего продукта. Даже на этом, казалось бы, простом примете. Вы должны понимать, где статус-порт, что у них сейчас есть и как у них сейчас решается проблема. Потому что от этого зависит, какой будет ваш MPP. даже в случае вот этого самоката-машины. Итак, здесь несколько мыслей, опять-таки, не совсем связанных по поводу того, что нужно им помнить, когда вы делаете MPP. Итак, первое. Для B2B особенно, польза от вашего продукта должна быть заметно больше такой штуки, как, может быть, сречен кост, по-русски сказать. Окей. Как переход. Стоимость переучивания. Переход. В B2B, даже стоимость больше переучивания. Ее очень часто сильно недооценивают, когда придумывают новый продукт. Стоимость перехода на ваш продукт, это очень больная, это причина гибели большого количества стартапов из-за города. Или причина, почему многие компании не смогли вырасти из средних или маленьких в очень большие. Потому что, очень большая стоимость перехода. Так вот, стоимость перехода в B2B может быть очень большой, намного выше, чем для консюмерского продукта. Вы знаете, новый туду-лист вышел. И все, вау, давайте, новый туду-лист, попробуйте, да? Вообще, я кризис нужен пользуюсь, мне кризис нужен нормально, вдруг это лучше? Давайте попробую, как минимум, правда? Легко-легко, но если вы не получите, вернусь на свой предыдущий. Или email клиента та же самая история. Легко попробовать. Вроде как, switching cost, по крайней мере, в начальном этапе для инвестиций продуктов, не для продуктов, в целом, не всегда приятно. А попробую, хотя бы, не пи-майки. А теперь, представьте себе, вы приходите с Cluex, который в PDF-ке, на iPad, заполняем формы. Компанию, у которой есть 150 applications, которые последние 10 лет делают это на бумаге. У них уже есть процесс, как он распечатывает эти бумажки, берет их в офисе, едет, заполняет ручкой. Эти technicians по 50 лет. Соответственно, iPad они видели, ну, возможно, на липу, там, из-за у внучки, или там, в лучшем случае, у дочки, на коленках. Ну, может быть, еще на экране телевизора. Никогда им не пользовались. Вы приходите в эту компанию, начинаете рассказывать, что у вас есть классный, замечательный продукт, который позволит им сстановить кучу денег на печати бумаги, сделать так, чтобы документы оборачивались намного быстрее, чтобы их сантехник мог посетить большее количество клиентов за один и тот же день. Вроде бы, сплошные плюсы, правда? Но стоимость перехода, стоимость переучивания всех этих сантехников, еще, ребят, называйте, они будут саботироваться. Осознанно, неосознанно, они говорят, о, боже мой, если у вас что-то будет не работать, оно упало, они будут сказать, боже мой, эта фигня вообще, она разломана, они будут пользоваться. То есть, это очень большой сущенпрос. И вот, польза от вашего продукта, она должна быть настолько большая, чтобы его перевесить. И это очень важно в том, и это очень важно именно для людей. Дальше, по этой же причине, «роли адоптенсов фарфуфайны», то есть, тяжело найти людей, которые просто засядут и попробуют ваш продукт. Потому что у них, ребят, у них бизнес. Если ваша штука не до конца решает проблемы, решает их хуже, не очень хорошо работает, у них денег не будет, у них это меньше заработает. То есть, случится что-то весьма страшное, худшее, чем «я забыл купить молоко по дороге домой». Да, если там ту-ту-лист, вас побудут. То есть, тоже неприятно, но не так сильно. А тут может случиться что-то реально страшное. Поэтому намного сложнее убедить компанию просто попробовать ваш шаг, ваш продукт. И поэтому MVP зачастую должен быть занято больше, чтобы набралась этого вэли. Дальше. В общем, опять-таки, небольшой тип, очень полезно, когда в пользу от вашего продукта можно вырвать деньгом. Почему? Потому что тогда очень легко понять. Если ваш продукт обещает заработать мне миллион долларов за месяц, и потенциально даже вред от того, что если вдруг что-то пойдет не так, ну, 50 тысяч, ну, 100 тысяч долларов, то, в принципе, правда, 100 тысяч и миллион, ну, реально, почему бы не попробовать? Вроде как, звучит весьма неплохо. Если же, вот поэтому, то же самое, как вам это поможет при продаже, много легче продавать, когда, hey, мы берем тысячу долларов, вы зарабатываете 10 тысяч. Классный день, правда? Кто не возьмет? В случае, когда нету конкурента, который за это же берет 10 долларов, в принципе, у вас, скорее всего, все получится, вы только продадите. Поэтому очень хорошо, когда вы можете привязать какую-то монетарную ценность, ценищик продукта, сколько человек получит, плюсик его, а не минусик. И еще одна история, когда вы пытаетесь особенно работать с какой-то очень такой большой, комплексной проблемой для компании, нередко там можно выделить какой-то кусочек, который они ненавидят делать. То есть вот что-то, что их сотрудники сейчас делают каждый день и просто не могут терпеть делать каждый день. И таким образом уменьшит вот тот самый смещен пост и обеспечить лучшее одолжение. То есть если говорить про тех самых стратехников, они ненавидели ездить в офис в начале дня и в конце дня, чтобы сначала взять бумажки и потом завести. У них это откратило, ребята, два часа их времени. Два часа жизни вот на поход туда-обратно. И вот поэтому, когда разговор зашел, ребят, два часа вашей жизни сэкономлено, вы больше, вау, ребята, все. Они были готовы научиться, они были готовы потерпеть. теперь вот этот бенефит для них вырос. Вот этот свечный пост для них заметно будет уменьшиться. Вот поэтому, если вы найдете какой-то кусочек, который они просто именно психологически, новые эмоции не любят делать или еще лучше ненавидят, отлично, делайте импи, которые в первую очередь решают образование. Это ваш способ там, ставить ногу в дверь, чтобы она не закрылась. Это офигенно сложная тема. А именно, quality вашего минимум viable product. То есть, по идее, какая она должна быть на quality? Большая, маленькая? Потому что quality это время, это деньги, это все вместе. Чем меньше quality, тем, по идее, тем меньше его делать, тем быстрее его можно вывести на рынок. Так вот, с B2B не существует одного правильного ответа, какая она должна быть в quality. В принципе, если куча пользы должна быть классная, в одном из очень качественных продуктов и для B2B это очень часто верно. Ребята, если ваш продукт используется для какого-то критического процесса в бизнесе и он не работает, то вас выставят за дверь просто после первого, максимума второго раза, когда он отбил компанию. То есть, у нас один раз был пример, когда у нас кое-что поломалось по флюиксе у нас с сутками компания не могла работать. Просто вот сутки все, стояло. Сами понимаете, сколько денег это им стоит. Мы, слава богу, сумели эту ситуацию как бы исправить и так далее, но вот это критичность качества флюикса как продукта для того, чтобы компания им пользовалась. При этом, соответственно, есть нюансы? А именно, когда quality не так важно. А это когда вы открываете что-то новое, чего еще не было. То есть, вот HubSpot, как сказал Darker Shark, это, если я ничего не путаю, с сетей HubSpot, на одной с Катринс, где я был, он сказал, колите нашего продукта первые пять лет. Пять лет задумайтесь об этом. Было like shit. Невярная компания, как там, колоссальный темп роста, вот пять лет quality, как такое может быть. А оказалось, что очень просто. HubSpot был инейблером. Они позволяли компании заработать больше денег. То есть, ситуация, когда HubSpot не работает, лежит, что-то проглючило, что произошло? Они просто заработали меньше денег. Но это меньше не денег, которые бы они и так заработали, а вот этих дополнительных денег. Поэтому, в принципе, они были готовы это стерпеть. без HubSpot я вообще их не заработаю. Все, отказываюсь от HubSpot, все, без денег. То есть, в ситуации, когда у вас нет сильного competition, который вам дышит в спину, дарит на пятки, или про который как минимум знает кастендер, вы можете себе как ни странно позволить в этой ситуации просто, что ваш продукт может быть не до конца классным. То есть, мы, например, сами, по-моему, 3 или 4 месяца и даже полгода мы терпели очень серьезные баги в наших чихах, чтобы вы понимали, пока мы наконец-то с него переехали. Несмотря на то, что сами понимаете, альтернатив мелчим, вот там, вбиваете в углы две страницы просто подряд мелкучили. Тем не менее, мы 6 месяцев терпели там за очень серьезные баги. Так вот, поэтому quality для продуктов и нейверов не такая проблема. Есть еще один кейс, когда quality может быть очень маленьким. А именно для настоящих серьезных, как ни странно, enterprise продуктов, которые продвинутся на силу. Бен Хоровиц, который Хоровиц из Андрейсен Хоровиц, он в своей книжке последний Hard Truth About 4 Things или как-то так, да, он привел пример своего B2B-продукта, простите, на который была завязана целая компания, и этот продукт, когда его продали, он не работал вот совсем. И к тому моменту, когда их компанию купили через полгода, потому что только этот продукт они типа продали первые несколько раз, он все еще не работал. Но в принципе был виден свет конца тоннеля. Почему? Потому что сэм был проведен на уровне C, дальше там на имплементацию такого рода проектов реально открутятся коды, это нормально, если эта штука не заработает в первый год. Там к этому и выклик. И получается, что казалось бы, Enterprise Sale огромная сумма, миллионы долларов, чтобы вы понимали, что сумма сделки была по порядку 30 миллионов. Очень много. И продукт не работает. И в принципе нормально, прокатило. Один из самых известных вечерных капиталистов силиконовой длины для себя, правда? Поэтому правильный ответ по хвалиде B2B-продукта зависит от многих факторов абсолютно. Если можно, пусть лучше оно будет классное, говорю честно. Чем лучше, тем лучше. Но если задача такая в части ситуации, я вам этого не говорил, пожалуйста, никому это не рассказывайте. Квалиде можно немножко предупречь 5 лет в случае определенного стечения встречи или в определенных местах. Еще несколько таких вот типс небольших. Первое. Когда вы собираетесь сделать MVP, обязательно сделайте Customer Discovery. Денис на прошлом этапе более подробно про это рассказывал. возможно об этом почитать в интернете. То есть, ребята, разговаривайте с кастомерами, потенциальными кастомерами на этот момент. Правда, вообще, продукты? Разбирайтесь в том, в чем это проблема. Собирайте, как они про него рассказывают. Пожалуйста, говорите, 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 говорите. Чем больше вы это сделаете, чем лучше вы разберетесь, тем лучше в итоге получится вам. Дальше. Вторая история, которую надо помнить, особенно человеку, который делал консюмерские продукты в B2B, Buyer and User are not the same. Тот, кто покупает, очень часто, это не тот, кто будет пользоваться. Именно по этому в случае его накормится, его CTO, который купил его продукт, не пользовался тем, что не работает. И поэтому это была не такая большая проблема. Если бы CTO пользовался и у него не работал, я почти уверен, что бы для B2B это не закончилось настолько хорошо. А скорее всего, закончилось бы очень плохо. То есть, не забывайте, что скорее всего, для SmallB очень часто все-таки User и Buyer это как минимум близкие люди. Дальше, B2B или Enterprise очень часто, а в Enterprise всегда, Buyer это другой человек, чем пользователь. Поэтому, в том числе, для Enterprise часто Buyer может сказать, вы пользуетесь этим и не все равно, что вы в этом поводу думаете. Если говорить про B2B продукты, то там как раз может случиться история, что Buyer не до конца хорошо понимает реальную проблему. И поэтому он выбирает продукт, который не решает проблему. Пользователи начинают пользоваться. Она, ну, решение не работает, потому что плохого качества, потому что это неправильное решение. И все на этом деле заканчивается. В принципе, вы даже не виноваты. Просто оказалось, что реально нужен другой продукт. вот и все. Точно так же у вас могут подсидеть конкуренты. Для конечных пользователей у вас продукт самый классный. Но их продукт лучше всего объясняет value для того самого Buyer. или у него в некоторых продуктах есть специальная income для Buyer. То есть вот там покупаем на CRM. Кто покупает? VP of sales. Поэтому если там есть классный дешборд, VP of sales, как там приформить его селлы, то все, классная селл. А то, что тут надо руками все забивать, у них нету автоимпорта писем, ребята, это проблема его селл. И он просто скажет, что ты и не забил все. А селлы будут выйти плакать, потому что казалось бы, ну элементарная китча это нет. Это очень важно помнить, когда вы анализируете китчерсет продукта и хотите сделать его правильно. И не проиграть конкурентную борьбу, потому что если вы охотите злалаком кусочком пирога, охотников точно будет много. Ну и последнее. Иногда нет такой штуки, как MVP для VP-пишного продукта. То есть как в том случае с примером с машиной. Иногда машина это и есть тот самый MVP. Машина никак не минимум. Машина это огромный большой продукт. Так вот, иногда такой штуки, как MVP просто не существует. И не надо занегнуться. Понимайте это, отдавайте себе отчет, берите инвестиции на долгое время, говорите об этом с инвесторами, и строите тот самый B2B-работ, который в итоге завалюет. Это нормально. Спасибо, ребята. Вопрос. есть? Каким образом можно оценить стоимость перехода с продукта? Ну, то есть, ты приложил хорошую идею, да? А как же оценить стоимость перехода? Как оценить стоимость перехода? Было бы неплохо тебе хорошо разобраться вообще, черт, если ты, первое, разберись, как работает компания сейчас. Что у нас статус-кво, да? Стоимость перехода определяется их статусом по сейчас. Чем они сейчас пользуются? Они сейчас ходят пешком, или они ездят хотя бы на лошадях, да? Узнаем это. Дальше узнаем, есть ли там человеческий фактор. То есть, собственно, привычка, механика, то есть, я привык делать так, вот так, вот так. К примеру, когда мы начали делать спарт, мы офигенно недооценили стоимость перехода. Потому что есть огромная привычка, просто мышечная память на шорткарты. У вас такие шорткарты, все, ребята, это проблема. Человек просто привык нажимать на такого цвета иконку, и на ней должен быть рисован конвертик. Поэтому на вашей иконке должен быть конвертик, а не там мега-логотип, который разработал ваш дизайнер. Просто потому что человек знает конвертик, почта, самолетик какая почта стоп? Телеграм. У меня две иконки сейчас рядом, и это проблема. Ну, даже понравилось. Вот. И третье, хотя это, опять же, это пример спарка, но в B2B тоже бывают такие истории, когда у них уже есть такой софт, у них есть такая фича, которую они вдолбили себе полом, что она им нужна, и вот пока ее не будет в вашем продукте, не инфибиды. И фички кое-что у них там еще есть. Собственно, вам нужно очень хорошо разобраться с тем, чем и как они сейчас пользуются. Это позволит вам оценить свитчинг пост. А лучше очень сильно забрать еще бедефит. Чем больше бедефит, тем больше шансов, что вы перекроете свитчинг пост. Да. Спасибо. Я понял, что вертикальный продукт проще поднять. Да. А были ли или есть компании, которые начинали с вертикального и после перешли в горизонтального? Ну вот, пример, Джо Респольский. У них были горизонтальные продукты для разработчиков. Вертикальные, извините, пожалуйста. И потом они сделали абсолютно горизонтальный трейл. А когда продукт трансформировали? Они именно продукт трансформировали? Нет, все, я продолжаю. Когда трансформировали продукт, я сейчас не приведу такого типа примеров по памяти именно по названию компании, фейсбук горизонтальный не было. Нет, ребята, еще раз, во-первых, консюмерские продукты не трогать, во-вторых, фейсбук был изначально горизонтальный. Его не затачивали под вузы, так как затачиваются вертикальные решения. Это просто начинаем с аудитории под названием вузы и дальше расширяемся на весь мир. Я говорю про кейс, вот если у вас сейчас чат детекторов, который вы 10 лет строили как чат детекторов, удачи вам из него сделать горизонтальный слэк. Вот просто без шансов. Он у вас настолько будет глубоко завязан на терминологию, как минимум используемую детекторами, просто чтобы он говорил с ними на одном языке. Или если план-грид захочет из блюпринтов теперь пойти в филд сейлс, допустим, у ребята им придется просто нафиг компанию поломать и фактически им придется превратиться в горизонтальных продуктах. То есть просто пивот, все переделать, все разломать. Если конкуренция в их сегменте не такая большая именно подкрашен в индустрии, то скорее всего ими продолжат пользоваться и вот теперь новым горизонтальным продуктом они могут идти на другие индустрии. Я видел несколько примеров компаний, когда у компаний две-три индустрии. То есть вот это ближе к тому, что вы говорите. тогда это скорее на самом деле часто это даже определяется как отдельный продукт. У него другое название, другой веб-адрес или какая-то другая адвент или логина. Абсолютно другие слова используются на всех страницах сайта. Он по-другому выглядит внутри. Логотип похожий. Максимум. То-не всегда. То есть так иногда делают и это тоже работает. Вполне нормально. Саш, как ты считаешь, вот я виду вид продуктов проектов на интерпрайз уровень. Настолько капитично здесь команду professional sales. И вообще не может. Ну окей, у тебя просто скандарт. Если CEO sales такого уровня, то в принципе до определенного момента там же все сделки очень большие. То есть он в принципе закрыл 5 сделок, он уже там заработал 10 миллионов долларов для компании. Можно еще без команды sales. Но как по-хорошему, если тем более CEO не умеет это делать или кто-то из фаундин команды, то это один из первых hires, как только у нас есть хоть что-то, чем можно продавать. Причем это вот человек, который летает самолетом. То есть enterprise sales часто закрываются вживую. Вы прилетаете, договариваетесь, пьете сейчас копия, пожимаете руки, ну или там все знают, как у нас приезжали выпить с директором завода, который продавали. Ровно та же самая история. Профессионал сервисы. А, еще раз. Профессионал сервисы, насколько критично есть команда, которая будет допиливать продукты. Так, ребята, что такое профессионал сервисы? Все вопрос помнили? Окей, итак, когда у вас есть софт, у вас очень часто, особенно для горизонтального софта имеет смысл. Для вертикального у вас там все это было уже в продукте сделано. У вас продукт почти подходит. А вот у них есть в том самом medical type of text. И ваша система не интегрируется с type of text, она интегрируется со слайком. И вам нужно только для этой индустрии сделать только вот эту интеграцию с type of text. Так вот, нередко есть компания, есть команда внутри компании, иначе сделка не закроется, понимаете, которая делает такие вот очень точечные решения. Они не нужны продукту в целом. Они не применимы ко всем кастомерам и даже большого процента. Так вот, это professional services. Вам за это платят деньги вот тот клиент, который захотел у Salesforce есть такой отдел, потому что как раз они горизонтальная CRM, но сами понимаете, там подвидов систем, с которой CRM должна интегрироваться, их куча, и не очень много в Вертикале. Поэтому у них есть такая команда, и она, кстати, там, по-моему, порядка 20-30% времени компании, там очень много денег на этом зарабатывается. Так вот, Саша, отвечая на твой вопрос, можно абсолютно спокойно для горизонтального продукта, до достаточно большого обыва и за доступа. Опять-таки, наверное, зависит все-таки горизонтально, но почти всегда можно без этого дорасти до достаточно хорошего размера. Иначе, скорее всего, лучше делать вертикальный продукт. Если на каждой индустрии ты утыкаешься в то, что им не хватает чего-то своего особенного, тогда лучше выбери Вертикаль и работай исключительно в ней. Да? Все? И, ребята, спасибо большое!